Ну что, наконец-то мы дождались презентации MU-X в России. Никто не думал в 2012 году, когда в Россию приехал D-Max, что вскоре мы увидим еще и у нас официальный однообъемник. В первый заход, как мы помним, D-Max не зашел. Во второй D-Max понравился людям, особенно когда появился мотор 4JJ3, трехлитровый, в новом рестайлинговом корпусе, уже совместно сделанный с Mazda. И теперь мы видим однообъемный внедорожник, который станет прямым конкурентом Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Во всех современных автомобилях, в большей их части, есть одна большая проблема. Но эта проблема, она, так скажем, для нас индивидуальная, для тех, кто предпочитает езду по бездорожью и тюнинг автомобилей, подготовку их. Здесь бампер цельный, противотуманные фары находятся очень низко. И придумать какую-то силовую конструкцию, за которую можно будет поднять машину, куда сделать места для установки реечного домкрата или квадрат фаркопа для съемной лебедки, будет очень сложно. Подождем, конечно, что скажет наш бренд РИФ, что они придумают под этот бампер. Возможно, придется что-то подрезать, возможно, придется что-то придумывать. Либо, конечно, силовая конструкция будет занижать угол заезда и придется уже идти на компромиссы. Но от этого никуда не деться. Это уже аэродинамика, это современный дизайн и современные автомобили. Это уже беда не только Isuzu Mi X. И, кстати, Isuzu Mi X пластиковый. Не, я пошутил на самом деле. Задняя дверь пластиковая. На самом деле, я в этом не вижу ничего плохого, потому что, как минимум, она не будет ржаветь. Если не принимать во внимание главный козырь Isuzu, этот трехлитровый мотор, 190-сильный, тот самый, так называемый, миллионник, однообъемный внедорожник, нам предлагает семиместный салон. Такая опция есть, допустим, у Toyota Fortune. И здесь она предлагается тоже во всех комплектациях. Сидения раскрываются раздельно. В багажнике при этом остается достаточно скромное пространство для багажа. Либо две сумки, либо один большой чемодан. Как вариант, есть вот такой небольшой органайзер. Либо можно увеличить объем багажника, просто убрав крышку и оставив ее дома. В багажнике предусмотрена 12-ти вольтовая розетка прикуривателя. А вот дверь багажника при моем росте в 193 см оказалась немножечко низковата. То есть мне заходить сюда придется пригибаясь. Хотелось бы ее чуть-чуть повыше. Но есть еще один положительный момент. У Pajero Sport, например, раньше при открытии двери грязь затекала за шиворот. У нового рестайлинга от этого избавились. Здесь так получится, что все стечет в обратную сторону. И за шиворот ничего не должно. Но мы это проверим уже, когда будут реальные тесты. Ну что, теперь пробуем проверить, насколько здесь ровный пол. Можно ли его организовать. И можно ли переночевать в этом автомобиле. Вот такая ситуация. То есть если складываешь это сиденье, уже никакого ровного пола нет. А вот так получается, в принципе, немножко под наклоном, но достаточное пространство. А если вытащить еще подголовники, то здесь уже не остается провала и не надо ничем его заполнять. Можем просто проверить и разместиться здесь с моим нескромным ростом. Ну что, сюда кладем подушку. Чуть-чуть подогнув ноги, я могу комфортно переночевать. Вот эта возможность организации ровного пола и фактически спального места образовалась благодаря наличию третьего ряда сидений. Если бы его не было, здесь был бы пол гораздо ниже. И, соответственно, пришлось бы откидывать сиденье, чтобы получить ровный пол. И пространства для жизни, так скажем, или для багажа было бы гораздо меньше. Ну что, вот мы вдвоем сидим. Женя ростом 186 см, я ростом 193 см. Номинально на третьем ряду мы, в принципе, доехать можем, если нас друзья, например, будут доставлять из бара. Километров 100, в принципе, мы проедем. Конечно, ни в какое дальнее путешествие. Ехать не получится. И если впереди пассажир использует вот такую опцию откинуть сиденье для более комфортной езды, меня, конечно, уже здесь зажмет. Но наличие третьего ряда для большой семьи, конечно, будет в приоритете. И то, что он есть уже в базовой комплектации, наверное, это хорошо. А обращаясь к вопросам, что третий ряд не нужен, например, у Toyota Fortuner третий ряд идет по умолчанию даже в самой дешевой комплектации. Я думаю, что, наверное, это некий бонус. В салоне это уже знакомый нам Isuzu D-Max нового поколения. Здесь, собственно говоря, ничего не изменилось. Все так же комфортно. Все так же ощущение, что ты находишься не в коммерческом автомобиле, а в более дорогом, что мы уже говорили, когда тестировали пикапы Isuzu D-Max. Но в части MIU-X это и правильно. MIU-X это уже однообъемный внедорожник, который должен выглядеть дорого, хорошо. Вот все электрические сервоприводы. Очень комфортный руль с механическими регулировками. Но в любом диапазоне, опять же, со своим ростом в 193 см, я помещаюсь более чем комфортно. А вот эта штучка, да, не все, кстати, даже владельцы сразу понимают, что это. А когда понимают, начинают использовать. Здесь есть одна небольшая хитрость. Так, это подстаканник, а если сдвинуть, просто бардачок. Причем, если закрывать и открывать, он остается бардачком. А если так, он будет выезжать подстаканником. Места над головой, к сожалению, много быть не может. По одной простой причине, что автомобиль все-таки построен на базе пикапа. Здесь низкий кузов. Соответственно, еще из-за сидений с электроприводом сидения получаются чуть выше. Для механических сидений сидения будут находиться чуть ниже. Это уже проверено и не один раз. Хорошо, что в автомобиле не предусмотрен и не будет устанавливаться люк. Иначе это еще бы съело дополнительное пространство у крыши. Салон очень комфортный, как я это уже говорил. Очень приятные мягкие материалы. Сейчас здесь, в этом пространстве происходит там какая-то галдежь. Все что-то обсуждают, работает музыка, какие-то объявления. Закрываешь двери, ты просто оказываешься в своем мире. Шумоизоляция великолепная. Я сейчас это прямо реально почувствовал. Привод, к сожалению, конечно, не фулл-тайм. Isuzu MX не получил какую-то новую трансмиссию. Это знакомый нам парт-тайм. В принципе, проверенный и надежный. И шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Также уже проверенная на пикапе Isuzu D-Max. Одной из фишек Isuzu D-Max и теперь Isuzu MX является вот этот верхний бардачок. Но в новом автомобиле здесь нашел себе место старый олдскульный DVD-проигрыватель. Как по некоторым данным, известно, что этот DVD-проигрыватель был фактически подарен производителям к мультимедиа-системе. И Isuzu сказали, а почему бы нет, пусть будет. Актуально это сейчас или нет, сложный вопрос. Но говорят, что в Европе продажи DVD-дисков или CD-дисков там сейчас вырастают, что как пластинки люди начинают снова возвращаться к такой олдскульной тематике. Сам бардачок обычный, ничего такого выдающегося. Достаточно, кстати, шумный, но закрываемый на ключ. То есть, если вы оставляете машину в сервисе, можно закрыть и оставить там, например, документы или еще что-то. К сожалению, в отличие от старых пикапов, здесь больше нет бардачка. А вот раньше здесь был очень удобный бардачок, где было очень удобно хранить какие-то документы, пропуска. И вот здесь была кнопочка открытия. Сейчас, конечно, уже ничего этого нет. Зеркало автоматически затемняемое. К сожалению, не предусмотрено ни подогрев лобового стекла, ни обогрев руля. Это нам пообещали, что появится после рестайлинга. Хотелось бы уже видеть это сейчас, потому что конкуренция явно будет давить на то, что у автомобиля нет каких-либо опций. А среди конкурентов у нас Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Здесь нашлась очень интересная кнопочка заднего топитера. Прямо так называется задний. И нарисован вентилятор. Но, как и в Mitsubishi Pajero Sport, здесь есть самостоятельное управление задним климатом. То есть пассажиры сами могут выбирать, с какой силой будет на них дуть климат-система. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, теперь попробуем сесть, как говорится, сам за собой. Не скажу, что просторно. Колени все-таки уперлись в подушку переднего сидения. Сидения очень объемные. Они прям действительно очень толстые. Думаю, что это тоже повлияло. Выемка под ноги находится чуть-чуть ниже, чем мои ноги. Но, опять же, мой рост 193 сантиметра. И здесь с этим есть небольшие проблемы. Задние спинки регулируемые. Можно немножко откинуть. И вот так мне будет чуть-чуть комфортнее ехать. Но, если таких четверо детин сядут, так скажем, будет немножко сложновато ехать на дальние расстояния. На близкие расстояния, конечно, в принципе, я сижу очень комфортно. Есть подлокотничек. Сидения очень комфортные, очень мягкие. И я прям себя чувствую здесь, как в хорошем автомобиле. Над головой место здесь, ну, примерно все то же самое, что и впереди. Есть воздуховоды, есть светильнички. Есть вот это управление климатом упомянутое. Есть крючочки для крепления пакетов или сумок. Извините, крючочек только на водительском сидении. Подогрева задних сидений тоже не предусмотрены. Греются только передние. Динамики снизу, сверху пищалки. Ну и, собственно говоря, все. А, самое главное, конечно, здесь, это наличие розетки на 220 вольт. Вот за это производителям прям огромное спасибо. Не всегда есть возможность зарядить устройство от USB. Их здесь два. И иногда надо подключиться к 220, например, подключить ноутбук. И вот за это прям огромное спасибо. Капот лишен газовых упоров. Это, конечно, небольшой минус. Я машинально куда-то пытаюсь ставить в другое место. Но самое главное, конечно, находится под капотом, а не сам капот. Это двигатель 4JJ3. И, в отличие от предшественника, объемом 2,5 литра. Здесь одна турбина с изменяемой геометрией. Двигатель 3 литра. Мощностью 190 лошадиных сил. Шестеренщица цепной. Привод ГРМ. Воздухозаборник сделан здесь очень интересно. Эта система была, в принципе, проработана еще на пикапе Димакс. Когда капот закрывается, образуется некий воздушный мешок. То есть можно проходить брод, при этом сюда вода не попадает. Глубина преодолеваемого брода 800 миллиметров. Это, в общем-то, уже очень-очень неплохой показатель. Под капотом есть большое пространство, которое можно использовать для установки второго аккумулятора. Или, что более ценно для России, установки автономного отопителя, автономного подогревателя. Это у нас новая турбина. Это обновленный мотор, то есть измененный уже прошивкой на 190 лошадей. У него произошло ряд изменений, включая турбину. Как я уже упоминал, в отличие от 2,5 литрового, здесь одна турбина. И мы видим здесь, это электрический привод изменяемой геометрии. В российских условиях эксплуатации можно, в принципе, утверждать, что электрический привод гораздо надежнее, чем вакуумный. Если вакуумные трубки где-то наберут конденсат и обмерзнут внутри, ну, наверное, будет не очень хорошо. Хотя, опыт покажет. Чем я люблю высокие автомобили? Клиренс здесь 235 миллиметров. Это тем, что под него можно легко разместиться. Здесь мы видим, в принципе, классическую конструкцию с подвешенной под хвостом запаской. Можно будет ее потом вынести на калитку, а здесь организовать место, например, для дополнительного бака. Бак здесь на 80 литров. Дальше мы видим классический неразрезной мост. Все комплектации идут уже с межколесной блокировкой. И есть интересный момент. Сапун моста выведен наверх. Это все предусмотрено с завода. И это просто хорошо. Здесь у нас тяга Панара. Естественно, при лифте подвески надо будет устанавливать регулируемое, чтобы скорректировать положение моста. Пружины. Те самые пружины, которые будут отличать этот автомобиль от пикапа и предоставлять более мягкий ход. Естественно, что пружины, конечно, можно будет сразу поменять на усиленные для того, чтобы обеспечить небольшой лифт. И здесь, в принципе, есть куда лифтовать. Мост здесь на продольных рычагах. Есть небольшие вот эти вот моменты, которые будут на бездорожье служить якорями. Но, думаю, ничего такого страшного и критического, в общем, не будет. Амортизаторы расположены хорошо. Повредить их каким-либо образом не получится. Фактически они закрыты мостом. Если только с задним ходом наехать на какой-то камень. Но так можно разломать, что хочешь. И еще, конечно, один пункт. Это заднедисковые тормоза. То есть автомобиль уже полноценно современный и будет устанавливаться так, как надо. Как и у других азиатских конкурентов, сзади стоит второй кондиционер. Вот шланчик, через который падает на землю жидкость, которую очень часто считают протекающим чем-то в автомобиле. Говорят, у вас что-то течет. И вот там мы видим трубочки, собственно говоря, самого кондиционера. От частотных порогов ничего серьезного ожидать не стоит. Это, конечно, более для комфорта и декоративного внешнего вида. И если вы эксплуатируете автомобиль на бездорожье, пороги надо менять на настоящие, усиленные, за которые можно поднимать реечным домкратом. И которые крепятся к раме. Но для городской эксплуатации, в принципе, этого более чем достаточно. Вот любители мы залезть под автомобиль. Здесь, конечно, немножко потеснее, чем сзади. Сразу же видим две полноценные буксирные проушины. Сразу нам попадается на глаза вот эта композитная защита, под которой есть еще и стальная защита. Дальше идет стальная защита. Раз-два из двух частей. Уходящая таким небольшим скосом вниз. Но таким с вентиляционными отверстиями. То есть промыть ее, в принципе, можно будет. Но грязь туда, конечно, подзабьется. Мощнейшие рычаги. С этим у Исуза никогда не было проблем. Здесь также мы можем видеть очень мощный стабилизатор поперечной устойчивости. Рулевые тяги. Толстенные приводы, которые, в принципе, также не вызывают вопросов надежности. Ну и видим классическую двухрычажную подвеску. Которую легко дорабатывать. И, в принципе, уже известную всем сервисменам. Кроме всего прочего, Исузу хороши еще тем, что они сохранили ту самую кондовость. Любимую нами кондовость, когда можно какие-то узлы ремонтировать. Не просто менять целиком, а ремонтировать. Например, взять шаровые опоры, которые здесь можно взять и поменять отдельно. А вот теплообменник коробки тут расположен весьма неудачно. Шланги торчат. Они, конечно, чуть подобраны, он выше. Но определенно сюда надо ставить защиту. Защищать коробку. Потому что она тут открыта. И вот этот ее теплообменник, он, конечно, озадачивает своим расположением. Точнее, даже не он, а его трубки. Ну что я, подводя краткий итог презентации. У Исузу получилась, в принципе, надежная машина. В надежной конструкции. Которую мы уже не раз проверяли на пикапах Димакс. И думаю, что здесь нас никаких сюрпризов не ждет. Продажи автомобиля начнутся 1 марта. Цена пока не объявлена. Но заявлено, что она составит ниже 4 миллионов во всех комплектациях. Продолжение следует... Продолжение следует...